Сегодня у нас 24 июня, дорогие друзья. Ветер стоит у нас очень хороший, такой прям порывы сильные. И вышел я со своей сестрой в степь за травами. У нас сейчас цветет тысячелистник. Собака как всегда не дает снимать, потому что она лазит. Вот такая вот замечательная травка, которая помогает от боли в животе, от боли в желудках, от воспаления тоже в желудке. Поджелудочная, то есть очень хорошая трава. А вот у нас трава зверобой. Блин, солнце светит. Я не знаю, как вам показать правильно. Вот так вот он выглядит. Камера не хочет фокусироваться. Зверобой. Тоже очень полезная трава от простудных, от всех заболеваний. Не спутайте. Вот именно посмотрите, как получается выглядят листочки. Листочки, как выглядят сами цветки, самоцветение. Это зверобой. И самое главное тоже тысячелистник. Смотрите, как выглядят листы. Они вот именно этим, скажите, пожалуйста, как вот елочкой. Есть просто обычные листы, а это вот елочкой. Тоже не спутайте, есть очень похожий цветок. Он цветет точно так же, такими же цветочками, но у него обычные листочки, как у обычной травы. Это не тысячелистник. Нам нужно именно вот таким вот елочкой. И сейчас мы будем двигаться все дальше и дальше туда в степь и потихоньку собирать травы. Нашел хорошую делянку зверобоя. Смотрите, вот цветочки, вот, вот, потом вот. А, ну тут солнце, тут плохо будет видно. Ну, может быть, разглядите, если камера сфокусируется. Гляньте, очень прям много зверобоя. Даю совет еще один. Когда будете собирать, всегда собирайте без корня. То есть, вот так, раз, вы отломали просто цветочек, и все. И больше не надо. Корешок остается, чтобы он на следующий год еще раз на этом же месте вырос. То есть, не уничтожайте цветки, не выдирайте их с корнем, потому что на следующий год популяризация его уменьшится. И, смотрите, я же говорю, уже число у нас 24 июня. И уже цветки начинают отцветать. Зверобой уже отцветает. Поэтому желательно раньше приходить собирать. Где-то, наверное, в 20, вот так вот, а то и 18 числа. Поэтому смотрите, мониторьте ситуацию и не пропустите цветение. Иначе, когда уже он отцветет, он уже потеряет половину своих свойств. Получился такой вот у нас итог. Два букета. Букет зверобоя. Гляньте, какой пышный, какой большой. Вот просто сравните с моей рукой, насколько он объемен и велик. И букет тысячелистника. Его немножечко поменьше, но все равно тоже достаточно. Теперь я хочу вам показать цветочки, чтобы вы уже поняли, что какой собирать. Здесь уже нету солнца. Показать более детально, более подробно. Вот так вот выглядит зверобойчик. Вот так вот выглядят цветочки. Присмотритесь внимательно. И вот так вот собирать. И вот так вот тысячелистник. Вот так вот выглядит листочек его. Не спутайте ни с чем. И бутон цветка. Вот так. Тысячелистник помогает от поноса, помогает от боли в животе, спазмах, желудок, поджелудочное. Вот для этого его собираем, сушим и завариваем. Он, кстати, горький отвар с него. С зверобой можно добавлять чай от простудных заболеваний и вообще практически от всех заболеваний для повышения иммунитета. Но очень часто его употреблять нельзя. Можно раз в день небольшими дозами чашечку чая. Это пойдет на пользу вашему здоровью, особенно с медом. Употребляйте и будьте всегда здоровыми. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok